Здравствуйте, раки! Это прогноз для вас на январь 2020 года, в котором я расскажу о том, какие события могут произойти в этом месяце, что он вам несет, чему будут планетарные энергии способствовать вашей судьбе, а какие препятствия они могут при этом создавать в каких-то областях жизни. Я напомню, что у нас сейчас идет коридор затмений, и для вас это важная информация, намного важнее, чем для всех остальных знаков, потому что затмения идут на вашей оси. Мало того, что ваш управитель, наша светила Луна, всегда принимает участие в любом затмении, так еще и затмения происходят на оси рак-козерог, и пока что мы живем в этой реальности еще и в 2020 году. Понятно, что в ваших судьбах происходит много изменений на таких затмениях, не во всех, конечно, безусловно, но тем не менее, какое-то влияние, наверняка большинство из вас ощущает с приходом этих затмений. Январь будет не исключением, потому что затмение произойдет в знаке рака, то есть в вашем знаке в 20-м градусе. Если солнце у вас расположено от 18 до 22-го градуса рака, может быть туда попадает не солнце, а какой-то другой элемент вашей карты важный, то тогда это затмение, которое явно будет резонировать с вашей судьбой. И о затмении я говорю только лишь потому, что до 24 января мы живем в коридоре затмений, а значит в вашей судьбе могут происходить события, которые не контролируются вами, которых вы, может быть, не ожидали, или это будут совершенно внезапные повороты судьбы, но достаточно позитивные в вашей жизни. И я предлагаю вам, в принципе, отнестись ко всему этому с должной мудростью, с должным терпением, но сильно не бояться того, что будет происходить, потому что все-таки, на мой взгляд, затмение – это время очищения. Хотим мы того или нет, мы можем для себя предположить, от чего мы должны отказаться и сделать это добровольно, но если мы на это не решимся или по какой-то причине не пойдем, то сами события будут создавать для нас вот эту необходимость очистки от чего-то. И тут главное не держаться за то, что уходит из жизни в эти первые 10-12 дней января, потому что все, что мы потеряем на затмении – это то, что не способствует нашему эволюционному пути, потому что затмения, они символически всегда связаны с нашими лунными узлами в карте. Лунные узлы, возможно, вы знаете, это они связаны с эволюционным путем, то есть с опытом прошлого, который мы принесли из прошлых воплощений, и с опытом, который мы должны, на этой базе мы должны реализовать опыт настоящего, накопить какую-то здоровую мудрость, которую принесем в следующее воплощение. Это, по крайней мере, такая красная тема, яркая самая тема у кармической астрологии западной. Поэтому в первые две недели вы находитесь в коридоре затмений наиболее мощно и наиболее сильно на вас затмение действует. Затмение хоть происходит и в вашем знаке, но группируются все основные планеты, а это ведь источники влияния. В знаке Козерога это символический седьмой для вас дом, символический партнерский для вас знак, знак партнерства, знак важных для вас других людей. Поэтому полагаю, что первые две недели, особенно время где-то с 8 по 15 января, будет посвящено взаимодействию с другими людьми, очень глубокому погружению в их проблемы, в их вопросы, во взаимодействии с ними. Возможно для многих раков это будет время, когда произойдут какие-то судьбоносные встречи, знакомства, может они приведут даже и к браку, это может быть даже решение, например, о браке в это время или решение о расставании. Очень многое зависит от того, как карта затмений резонирует с вашей картой. Я на этот счет проводила даже целый марафон, который у меня стартовал 5 декабря, закончился 9 декабря. По итогам я объявила набор на мой курс качественного чтения натальной карты, натальной астрологии от АДАЯ. Если вы хотите обучиться качественному чтению натальной карты, если вы готовы потратить на это свое время, то я вас приглашаю на свой курс. Подробности в описании в ссылке под этим видео. Переходите, смотрите. Я там сделала пакетные предложения. И для тех из вас, кто хочет учиться только для себя, и для тех из вас, кто хочет учиться с моей поддержкой, и потом уже может консультировать при такой ситуации и других людей. И старт достаточно скоро у нас начнется. Сейчас еще действует акционное предложение. Поэтому, если вас интересует оно, то переходите по ссылке. Что еще можно сказать об этом периоде? Вот о первых 10-12 днях. Я бы, пожалуй, выделила 2 января как время достаточно важное, потому что в это время много динамики. 1-2 января для вас очень динамичные дни. При этом есть квадрат на Юпитер. И это время, в которое могут быть какая-то проблематика, связанная со взаимодействием, с коммуникациями. Притом вы будете 1-2 января очень настроены на какую-то излишнюю мнительность, излишнюю подозрительность, обидчивость. То есть будьте аккуратными в этом. И хоть и трин к Марсу, но он тут может добавить вам нервозности и раздражительности. Что может привести к спору и к ссоре. 6 января у вашего управителя хороший аспект с Плутоном и Сатурном. До того, как получится оппозиция на полнолуние, будет хороший аспект. Так что вот где-то в районе 5-6 января здесь могут быть события, при которых вы будете на коне, при которых вы будете при власти, при контроле. Можете что-то в это время, какие-то события изменить в лучшую сторону для себя. В само же затмение, ну по крайней мере где-то в период с 8 по примерно 16-15 января, я бы не советовала вам инициировать никаких взаимодействий. Я бы вам советовала наоборот держаться от людей, которые на вас как-то пагубно влияют, пытаются взять вас под свой контроль, пытаются вас чем-то, как правильно сказать, испугать. Я бы советовала от таких людей держаться подальше, потому что действительно вы пребываете в состоянии повышенной сугестии, то есть повышенной впечатлительности. И вам легко ложится подобная информация в голову, и собственно говоря, она приводит к деструктивным мыслям и к инфантильности вашей, то есть к подчиненности. Поэтому в этом смысле будьте аккуратными, пытайтесь избегать этого взаимодействия, пытайтесь избегать открытого прессинга, открытой агрессии, в том числе и психологической по отношению к вам. В районе 20 января у вашего управителя хороший аспект с Меркурием, правда, есть достаточно сложный аспект с Венерой, но в соединении с Марсом, при том он проходит. Это вот как раз то время, когда Марс добегает до квадрата с Венеры, и Венера при этом соединяется с Нептуном. Через несколько дней после этого будет точно вот такой вот трехпланетный аспект. Здесь вам нужно быть, ну скажем так, более открытыми, более красноречивыми. Меркурий будет настраивать вас на диалог. Меркурий находится в знаке Водолея в это время. Он общительный, он дружелюбный, он готов потреблять информацию, он готов ее отдавать, он готов делиться какими-то своими инсайтами в этом положении. Это всегда для Меркурия. Вот Водолей очень ресурсное положение. Я бы даже сказала, что оно сходно с положением экзальтации у Меркурия, вот Водолей. И когда, конечно, наш управитель соединяется с Марсом, это время, когда мы просто вот, просто воплощение воина, воплощение достигатора. Поэтому мне кажется, 20 числа, 19, 20, 21, это время ваших достижений, это время большой активности. Но будьте аккуратными, потому что в это время вы можете что-то упустить из виду и быть не очень такими, ну скажем так, экологичными по отношению к другим. Обидеть кого-то, ранить кого-то, вот в своем стремлении чего-то достичь. Поэтому все-таки не теряйте свою вот эту вот природную эмпатию, будьте сонастроены с другими людьми, потому что сонастройка поможет просто коллективно достичь большего. Или, по крайней мере, при поддержке. Один в поле не воин, как говорится. Безусловно, вы в это время такого марсианского свойства облетаете, обновские такие. Но, тем не менее, Венера вам пойдет на пользу, если вы вместо препятствий создадите ей возможность реализации. То есть, когда есть социальный контакт, то у нас больше возможности что-то реализовать. Ну и, конечно, это время, в которое вы можете посвятить любви. 20, 21, 22. Очень яркое положение здесь, планет либидо. Поэтому у многих из вас, возможно, и свидание романтическое, и переход какой-то любовной вашей истории на какую-то новую ступень развития. То есть, это время достаточно позитивное для таких вот всех начинаний. Ну что, мне кажется, что для вас очень неплохое это время. Тут еще на Волунии, вот 24 января происходят знаки Водолея. В пятом градусе знака Водолея. Новолуния само по себе очень спокойное. Оно не несет никакого такого характерного резкого заряда, переключения на какую-либо тему. Поэтому я полагаю, что оно вам поможет более потоково и более, с точки зрения коммуникации, более легко ваши дела решать вот в конце этого месяца. Месяц достаточно непростой, потому что первая его часть, она напряженная. А вторая часть, наоборот, она требует, я бы сказала, такого расслабления и легкости, чтобы уловить этот поток. Ну, конечно, безусловно, когда мы умеем гибко переключаться в моменте, это всегда плюс вне зависимости от того, в каком месяце мы существуем. Поэтому я вам желаю эмоциональной гибкости, я вам желаю открытости, я вам желаю хорошей работы вашей интуиции, чтобы вы в моменте ловили, как сонастроиться с обстоятельствами и, собственно говоря, извлечь из этих обстоятельств выгоду. До новых встреч, крепкого вам здоровья и прекрасного настроения. До свидания.